Читаю стихи русских поэтов, начиная с XVIII века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Глухов Юрий Валерьевич, Подмосковье, Москва. Паук не мухолов. Потертых слов казенного прилавка отмерю на глазок и замолчу. Быть незаметным вроде не хочу и не хочу торчать, как бородавка, с которой даже трус идет к врачу. С упорством покалеченного краба кружу на месте, крив и бестолков, а то замру. Паук не мухолов. Гляжу, как ловко мух глотает жаба и пишет про детей и про любовь. Мне этой хватки в жизни не хватает горластости, наиного хапка, ума лисы и воли колобка уйти от всех, от стада и от стаи и выжить при падении теремка. Девочка и луна. Зимний вечер, тишина, улица пустая. Надо мной растет луна бледно-золотая. Холодна и голодна, шарит желтым взглядом. Я боюсь идти одна, но идти-то надо. Тени, шорохи кустов цепких и колючих, в тезмноте десятки ртов, жабьих и паучьих. По щеке бежит слеза, страха и обиды. Я зажмурила глаза, пусть луна не видит. Как я плачу и скулю, и дворняшкой вою, утешений не люблю. А насмешек вдвое вдруг приблизилась луна. Голосом плаксибы мне пищит. И я одна в мире черно-синем. Холодна и голодна, грустная улыбка. Пусть по виду я блесна, но по сути рыбка между завтра и вчера в небе запятая. Я вообще из серебра, а не золотая. И продолжили мы путь, жалуясь друг другу на мальчишек. На салют, на любовь и в югу. Я сочувствую луне тоненькой и бледной. Днем она лежит на дне. За небесной бездны ночью ходит между звезд цепких и колючих. Если ветер злой прохвост не пригонит тучи. Так что, девочка, не ной. Нет причины охать. По сравнению с луной все не так уж плохо. Скоро кончится зима. Скоро снег растает. И со мной моя луна. Бледно, золотая. Коля. Вечный актер. То искрит, то устало мямлит. Рано ушли Одиссеи, Ланселот и Гамлет. Кончилось время героев. Остались роли в пьесе любительской. Жизнь. Колпакова. Коли. Нет декораций, но масса импровизаций. Будет на завтрак рагу из лисы и зайца. А на обед заливное щучьих ножек. Блеск и фантазия. Коля такое может. Может глядеть в телескоп на дневное небо. В парке кормить голубей еще теплым хлебом. Изображать великана, пиная глобус. Или кричать петухом по команде. Голос. Может водить хороводы в соседней школе. Там Дед Мороз навсегда. Это дядя Коля. Может ругать театрально на рынке цены. Ночь. Идеальное время. Любовные сцены. Двери открываются. Входит. Вручает астры. Да. Он совсем не герой. И актер. Не мастер. Только актриса. Которой давно не тридцать. Рада ему. И готова в него влюбиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова